Друзья, это Набелла Станислав Белковский и я Наташа Влащенко вновь с вами в этот замечательный воскресный день. Конечно, обсуждаем новости, обсуждаем события, которые обязательно повлияют на наше будущее. Стас, добрый день. Привет, Наташа. Всем доброго воскресенья. Ну вот, начну, конечно, с того, что в Владимир Зеленский идут как бы два параллельных процесса. Владимир Зеленский постоянно, так сказать, прилагает огромное усилие к тому, чтобы как-то организовать то, что он называет «справедливый мир», переговоры, которые могут обеспечить этот «справедливый мир», встречается со многими лидерами, постоянно говорит об этом в своих обращениях. А Путин, так сказать, на Бриксе, говорит о том, что, конечно, они не против любых переговоров и любых контактов. Но, конечно, это не может касаться территории оккупированных уже, это не может касаться других российских приоритетов. То есть он в который раз заявил, что речь может идти только о капитуляции, только об этом. В общем-то, ну и уже понятно, что никакого общего языка найти невозможно в этом смысле. Ну, невозможно и бесконечно продолжать войну, боевые действия высокой интенсивности. Поэтому я думаю, что объективно, даже независимо от исхода выборов президента США, до которых осталось совсем немного рисков и результат, которых неясен будет до самой финальной точки, речь пойдет о прекращении огня на нынешней линии фронта. То есть о том самом корейском сценарии. Надо сказать, что саммит Брикс, который прошел в Казани, он не принес каких-то содержательных результатов, хотя в имиджевом плане, безусловно, может считаться успехом Владимира Путина, поскольку к нему приехало много лидеров, включая таких важных, как Си Цзинь Пин на рендер-моде и Реджеп Тайп Эрдоган. Он ничего нового не сказал по украинскому вопросу, поскольку фактически тот фрагмент резолюции так называемой Казанской декларации Брикса, который посвящен Украине, полностью перенесен из предыдущего заявления саммита Брикс. Там только с небольшой поправкой на то, что в предыдущем заявлении акцентировалась миротворческая роль африканских стран, а здесь она не акцентировалась, поэтому стало ясно, что главная ставка делается на Китай и создана им коалиция «Друзья мира», которая действительно многое зависит, поскольку, в свою очередь, Москва находится в существенной зависимости от Пекина на сегодняшний день, отчасти и от Дели, хотя Пекин очень хочет, чтобы именно он был лидером миротворческих усилий, а Дели немножечко оттирает от этого. Именно поэтому, если второй саммит мира в ближайшее время состоится, или, по крайней мере, будет назначен, то пока его приоритетная площадка не Индия, которая к этому очень стремилась, и чего хотели и США, и Украина, поскольку Зеленский на рендер-моде в Киеве это и предлагал, а скорее Саудовская Аравия, которая в той или иной степени устраивает всех, а Китай больше, чем Индия. Ты говоришь, что речь это о прекращении огня по линии размежевания. Например, мне теоретически понятно, что может нас согласиться на это, потому что мы очень сильно зависимы от западной помощи. Если вдруг каким-то образом эта помощь перестанет поступать, но это теоретически может стать такой вопрос. А что может Путина заставить остановиться, прекратить огонь? Ресурсов у него еще есть. Да, ресурсов у него еще есть, но немного. Ну, как, экономические ресурсы, безусловно, у него есть. Хотя тут многое зависит от цен на нефть, и Дональд Трамп абсолютно прав в том, что ключевой рычаг давления на те или иные решения Москвы – это цены на нефть, а не что-то другое. Хотя и санкции постепенно, но работают. Вот глава госкорпорации российские технологии Сергей Чемизов, один из ближайших сподвижников Владимира Путина, он на этой неделе, наконец, вопреки долгим широковечательным заявлениям прежних периодов, заявил, что Россия прекращает экспорт вооружений. При этом он же в нескольких ситуациях изложил разные версии, почему прекращается экспорт вооружений. То потому, что вооружения есть, но все они нужны для украинского фронта, то совсем наоборот, что вооружений уже нет. А их нет потому, что в силу финансовой политики Центрального банка России, который повышает постоянно ключевую ставку, военно-промышленные предприятия не могут брать и обслуживать кредиты. Это всё-таки разное. Или вооружения есть, но они самим мало, или их нет вовсе. Но ближе к истине вторая версия, что с производством вооружений есть существенные проблемы, но не только и не столько, потому что нарастёт ключевая ставка Центрального банка. В конце концов, государство могло бы субсидировать процентные ставки по кредитам военно-промышленному комплексу. Отчасти оно этим и занимается. А потому, что всё-таки российский ВПК очень и очень зависим от западных технологий и комплектующих. Эта зависимость во времени всё больше и больше проявляется. Вот недавно тот же Чемизов, говорят, правда, что он находится на грани отставки, ведь с этим связана его неожиданная и несказанная откровенность, признал, что «Эрбас» произведёт в этом году 700 самолётов, «Боинг» — более 400, а российское авиастроение — один самолёт, Ту-214. Хотя ещё недавно обещали несколько сот самолётов, а то и тысячу до 2030 года, но уже почти официально признан, что это был фейк и блеф. Это было всем ясно, но всё-таки нужно было дождаться признания непосредственных виновников торжества. Поэтому санкции тоже работают и тоже являются ресурсом истощающим на Российскую Федерацию в смысле ведения войны. Ну и, наконец, пресловутые северокорейские военные в Курской области говорят сами за себя. Если бы у Путина был большой запас прочности в плане живой силы, притока контрактников и так далее, ему никакие северокорейские военные не были бы нужны. Людей нет. И нужно или объявлять новую волну могилизации, чего он не хочет, в крайнем случае, конечно, на это пойдёт, но только в крайнем случае. Или всё-таки прекращать войну по линии фронта, приостанавливать боевые действия по линии фронта. О корейских военных мы сейчас поговорим с тобой чуть подробнее. Вот у меня там есть вопрос. А вот всё-таки по торговле оружием. Знаешь, есть же белая и серая. С одной стороны, ты действительно прав, что они в белую не хотят больше торговать оружием, но вот любимец Путина Виктор Бут проводит, говорят, объёмы его контрактов по-прежнему очень большие. Все эти автоматы хуситом, вся эта чёрная торговля в Африке и в Ливане, в других странах, которого возглавляет этот самый Виктор Бут, она вовсю производится. Нет, конечно, Виктор Бут никуда не делся, он остаётся на этом рынке. Вот только что сбили в Судане российский военный самолёт, на борту которого оказался бизнес-партнёр Виктора Бута. И, собственно, из самого факта обнаружения тела этого человека вытекает, что Бут снабжает суданские власти какими-то российскими вооружениями. Но всё равно Бут не может заменять государственные структуры в полном объёме. Всё равно это какой-то небольшой сегмент российских оборонных поставок на внешние рынки. Это поставки на серые и чёрные. А вопрос в том, что российский ОПК не может производить вооружений новых. То, что может торговать со складов, запасов, советскими вооружениями. Особенно для африканских стран, которые весьма непритязательны в этом смысле. Никакие современные вооружения не нужны. Им нужны, в основном, всякие автоматы и переносные зенитно-ракетные комплексы для такой полупартизанской войны. А они противоречат Б. Ну, вот по северокорейскому этому вопросу. Ну, с одной стороны, конечно же, ты прав, что людей не хватает. Но с другой стороны, Стас, 10 тысяч, 12 тысяч человек, если учесть объёмы человеческой этой войны, это не так уж много. И я задаю себе вопрос. Ведь Китай не может не понимать, например, какое возбуждение будет в мире, особенно в западной мире, от того, что Северная Корея принимает участие в этой войне. Если, повторяюсь, звёзды зажигают, значит, это кому-то нужно. Для чего понадобилось вот сейчас пригонять их людей? Их обкатывают каким-то образом во время боевых действий для будущей войны? Ещё что-то происходит? Это я так фантазирую, я не знаю. Ну, обкатывают их, само собой. Другое дело, что, в общем, эта обкатка для многих из них обернётся гибелью. Ясно, что северокорейскому лидеру эти люди так же не важны, как и Путину. Россияне, или даже гораздо больше всё-таки, цена человеческой жизни в России по-прежнему выше, чем в Северной Корее и в Китае. И не случайно, собственно, поэтому и механизм больших выплат за контрактником работает. Если людей было совсем не жалко, то пусть он провёл божью мобилизацию, он её не проводит. Но 10-12 тысяч для операций в Курской области, это, очевидно, существенно. Тем более, что это не простые бойцы, а так, видимо, представители элитной пехоты и спецназа, корейцев, которые имеют определённые навыки. Но сам факт, что их надо привлекать, что без них нельзя было обойтись, что действительно это большой международный скандал, уже говорит сам за себя. А что касается позиции Китая, я думаю, что Китай не в восторге, безусловно, от разрастания конфликта. Но он же собирается это использовать как рычаг давления на США, в том числе и для того, чтобы его инициатива «Друзья мира», которую он сформировал и возглавляет, стала решающей в деле достижения при остановлении войны в Европе. И тем самым, а, выросла значительная международная роль Китая, потому что, опять же, ещё лет 10 назад невозможно было себе представить, что Китай вдруг станет модератором войны в Европе. Это свидетельство действительно и о новом миропорядке, и о формировании нового миропорядка, и о качестве новой роли в этом Китая. И, конечно, Китай будет продолжать торговаться по тем вопросам, которые его интересуют. В первую очередь, это снижение или снятие торговых барьеров, снятие американских ограничений на технологический импорт и так далее, и так далее. Поскольку для Китая всё это вопросы жизненно важные, особенно в ситуации не очень нерадостного и нерадужного положения китайской экономии. Вот, кстати говоря, о Бриксе, это говорит, что никаких не было результатов особенных, и мы действительно видим в публичной плоскости все эти разговоры ни о чём, пресс-конференции, на которых говорилось то, что мы уже тысячу раз слышали. Но вот ходят слухи, что если, скажем, экономических план, сделать независимую валюту, ну, ещё что-то, это чистая фантазия, до этого очень далеко. Но говорят, что там происходят закулисные переговоры о создании новой системы безопасности, о подписании военных договоров между странами, которые являются членами Брикселя, причастны к ним. Насколько вот это реально? Ну, сами это Брикс в Казани имел тот же эффект, что, например, недавний визит Путина в Монголию. Зачем Путин ездил в Монголию? Только для того, чтобы показать, что страна, ратифицировавшая статут международного уголовного суда, его такие не арестуют. И поэтому все разговоры, там, что он не может ездить по миру, как бы тщетно, хотя он не собирается обильно ездить по миру. Но всё-таки нужно было создать прецедент. Так и здесь. Вот нужно было показать, что он не находится в изоляции, что даже весьма солидные лидеры крупных стран к нему в гости приезжаем. Но что касается оборонных альянсов, во-первых, там Турция собирается там вступать в Брикс и так далее, но это не противоречит никак её обязательствам перед НАТО. И в принципе, я не думаю, что в ближайшее время мы увидим какой-то новый серьёзный оборонный альянс. Потому что у каждой крупной страны, входящей в Брикс, есть свои представления о том, как устроена безопасность. И эти представления вряд ли качественно изменятся в ближайшее время. Кроме того, сам Путин всегда говорил, что он против альянсов. И надо сказать, что здесь он не лукавит, как ни странно. Вот он единомышленник Павла Валерьевича Дурова, основателя Телеграма. Павел Валерьевич в своём время предъявил миру важный текст, что жить надо одному, потому что, когда ты живёшь не один, ты становишься заложником привычек другого человека. Вот в переводе с Дуровского на Путинский это звучало бы так. Страна должна быть в одиночестве, потому что, когда ты находишься в каком-то альянсе, ты становишься заложником интересов твоих партнёров по альянсу. Но это хорошо, если ты начальник альянса, если ты самая крупная и мощная в нём страна. А в рамках Брикса Россия никак не может быть начальником альянса, поскольку там есть более крупные и мощные страны Китай и Индия. Поэтому тут в этом альянсе Путин не может быть заинтересован. Может быть заинтересован в каких-то подковёрных игр, сделках, обмене информации, как, например, Кремль поставляет, как теперь мы выяснили, разведывает эту информацию еменским хуситам, движению Ансара Ла для планирования нападений на суда в Персидском заливе и в Красном море. Это всё да, но для этого не нужны никакие формальные альянсы, и не нужен, собственно, сам Брикс, который по-прежнему остаётся весьма аморфной структурой, без устава, без постоянно действующих органов и без единства интересов его участников. Потому что у тех же Китая и Индии очень много противоречий. Никакой Брикс загладить эти противоречия не в состоянии. Смотри, пока Путин там в Казани ныл о том, что НАТО нарушение своих обязательств строили там в Украине военная база и прочую какую-то рунду, Шульц заявил о том, что сейчас нет необходимости принимать решение о членстве Украины в НАТО, ну, то есть даже приглашать Украину в НАТО. И что это означает с твоей точки зрения, что, в принципе, надежды никаких на ближайшее время нет, насколько... Ну, собственно, их и не было. Я никогда не относился к числу евроатлантических оптимистов применительно в Украине. Кроме того, мы с тобой не раз говорили, что, собственно, нужно ли НАТО, так сказать, или надо подумать о каких-то других, как о формах военного альянса, идущего на смену НАТО, потому что, как и ООН, НАТО, при всем к нему уважении, конечно, это гораздо более мощная структура и гораздо более дееспособная, чем ООН. Но это все так или иначе это рудимент Ялтинско-Поддамского мира, который начался в 1945 году и закончился в ноябре 89-го с падением Берлинской стены. И эффективность НАТО как оборонительного союза мы еще ни разу не проверяли на практике. Пока операции НАТО все были не оборонительными, а наступательными, происходили вдали от Европы. И в ситуациях, когда превосходство США и их союзников над оппонентом было совершенно очевидным. Ну, типа как там в Афганистане и Ираке. Только чем все закончилось потом. И, кстати, нынешняя вакханалия, связанная с Ираном, резкое усиление Ирана, безусловно, является одним из важных последствий Иракской войны, устроенной Соединенными Штатами в 2003 году. Потому что, влетаясь в свержение с Адамом Хусейном, как и предполагалось, тогда это было совершенно не беном Ньютона. Это все знали и понимали кровь почему-то американского руководства, которое не уделило этому должному вниманию и не придало значения, что Ирак перейдет в сферу влияния из шиитского Ирана, поскольку большинство населения Ирака составляют шииты. Так и получилось. И все, что потом удалось сделать Ирану, все это ось сопротивления, это во многом связано с крушением Ирака в 2003 году. Американские элиты тогда вперед, в общем, не впервые, конечно, но впервые в новейшей истории показали, как они не могут просчитывать более чем на один ход вперед. Ну, уже к этому моменту уже было Будапештский меморандум, где они точно так же показали, что они не могут просчитывать более чем на один ход вперед. И война в Югославии, и много еще чего. Это все мы пожинаем плоды вот этих больших ошибок, совершенных Америкой в те годы, когда она была совершенно безальтернативным лидером не только свободного мира, но и мира вообще. И Олаф Шольца просто совершенно чудно, что прекратить войну по линии фронта в условиях открыто сформулированного приглашения Украины в НАТО не удастся. Шольц эту мысль транслирует фактически. С Бриксом связан еще один скандал с приездом туда Гутириша. И вот опять же, как раз это из области «Если звезды зажигают». Ну, понятно, что мы много раз обсуждали неэффективность ООН, коррупционность ООН и так далее. Но чего это же... Дедушка туда, извини, приперся, что-то он приехал туда. Значит, что-то за этим стоит. Может быть... Разумеется. Может быть, он надеется, что вскоре начнется процесс реформирования ООН. Может, он надеется заручиться поддержкой этих стран. Может, еще какие-то причины. Разумеется. Ему очень важно начать процесс реформирования ООН, потому что этот процесс и должен спасти организацию объединенных наций и показать, что она все еще нужна. Потому что дедушку тоже не очень уважают. Вот ему закрыли въезд в Израиль. Мне кажется, ничего не случилось. Правда? Это еще недавно невозможно было себе представить. Там Зеленский отказался с ним встречаться. тоже ничего страшного. Это стандартная логика бюрократии, как она существует много тысяч лет. Если над тобой нависает упразднение твоей бюрократической структуры, ты должен заняться ее реорганизацией. И тогда на время реорганизации вопрос об упразднении стоять не будет. Да. Гутарь вдруг неожиданно понял, что он должен придать новый смысл организации объединенных наций самому себе при отсутствии старого. А этот новый смысл стоит в том, чтобы расширить число постоянных членов Совета Безопасности и вообще реформировать ООН в направлении большего учета интересов Китая, Индии, Бразилии и так далее. Стран Брикса, в общем. Хотя их принадлежность Бриксу весьма условная и аморфная. Вот он этим и занимается, конечно, и поэтому он поехал к спонсорам реформы ООН. То есть, если реформа ООН начнется, если она будет абсурдаться, значит, ООН все-таки кому-то нужна. Вот из этого генсек ООН и исходит. Что он хотел, Эрдоган? Зачем он там? Потому что... Прошу прощения, извини, я не правильно сказал. Китай и так является сейчас на постоянном Членов Совета Безопасности, а расширение числа постоянных членов за счет Индии, Бразилии и так далее. Потому что, действительно, я согласен с тем, что состав постоянных членов Совета Безопасности отражает итоги Второй мировой войны. С оговоркой про то, что там был Тайвань, китайская республика изначально, один из создателей ООН. А потом Ричард Никсон и Хенри Киссинджер в рамках своей победоносной реальной политики Тайвань выкинули и включили туда большой коммунистический Китай, с которым они теперь последствия этого решения расхлебывают по сей день. А так, конечно, собственно, почему бы Индию и Бразилию не включить в число постоянных членов. Главное, можно несколько лет подряд об этом спорить. И тем самым ООН будет казаться, что он действительно что-то важное так из-за этого спорит. Как там пословица гласит «Кошка из дыма, мыши в пляс» или как? Эрдоган уехал на БРИКС и тут у него случился довольно серьезный в стране теракт. Было атаковано космическое агентство, серьезная очень организация. И вот я смотрю, какие вопросы он обсуждал с Путиным. Зерновой коридор, обмен пленными в российско-украинской войне, разминирование в Черном море. Стоило ли это все, чтобы приезжать на БРИКС? Ну, Эрдоган же хочет сидеть на всех стульях сразу, как мы знаем. Он и продолжает это делать. Это его сознательная и последовательная политика, как стратегическая, так и тактическая. Поэтому и поехал на БРИКС и объявил сам желание вступить в БРИКС. Я говорю, что само по себе вступление в БРИКС ничего не требует, не налагает никаких обязательств на страну, поэтому чего бы не вступить-то, если можно? Тем не менее, Казахстан не захотел, уклонился. Хотя он является сателлитом Китая, но он уклонился почему-то. Ну, значит, Китай дал ему понять, что в этом нет необходимости. Да. Ну, вот и все. Сказать, Казахстан тоже, естественно, несмотря на то, что его приоритетный старший партнер Китай на сегодняшний день, он тоже лавирует, и у него есть еще как минимум два потенциальных партнера России и Турции, но и при всем при том, естественно, Казахстан совершенно не собирается ссориться с США. И, собственно, как сказали на поля, вокруг саммита БРИКС, высокие должностные лица Казахстана, они так бы выдали внутренне противоречивую довольно, но абсолютно подлинную формулу, что Казахстан, разумеется, не присоединяется к санкциям против Российской Федерации, но фактически их соблюдает. Ну, то есть присоединяются. Интересно. Такие проблемы с Америкой тоже, так сказать, тоже ему не надо. Вот. А что там случилось с терактом в Анкаре до сих пор не ясно, а в любом случае наводит на мысль ситуацию, при которой Турция сразу узнала, кто-то организатор этого теракта, что это Курды, рабочая партия Курдистана. Прямо на следующий день утром нанесла удары по каким-то позициям в Курдах. Ну, в общем, такое впечатление, что все было, так сказать, что это был хорошо подготовленный экспромт, который тем более позволил Эрдогану срочно смотаться с саммита БРИКС. То есть, видимо, он хотел туда приехать, но не очень хотел там задерживаться. Ну, как-то сильно аргументы они подготовили, загадя. Все-таки там погибли люди и прочее. Ну, хочу поговорить об американских выборах еще. Понятно, что последние дни, понятно, что они обмениваются. Будет ли еще черный лебедь вопрос, да, какой-нибудь, потому что это самые напряженные дни. Обмениваются они какими-то дикими совершенно комплиментами в кавычках и Камалой, и сам Трамп. Но вот интересно мне здесь участие социальных сетей в этом процессе, потому что совершенно очевидно, что Гугл на стороне демократов, а Илон Маск там, например, на стороне республиканцев, бывшая жена основателя Гугла, да, некая, так сказать, Николь Шинахан ездит с Трампом, там, выступает за него, причем это миллиард, который дал ей бывший ее муж, основатель Гугла, да, при разводе. И она его тратит сейчас на, собственно говоря, на выборы Трампа. И делает... Камалевка дал ей бывший муж не вполне корректно, она получила при разводе по закону. Ну да, да. И законный миллиард. Может, и не хотел бы давать, но деваться ему было некуда, потому что она могла его и на большую сумму развести. Николь Шинахан была же руководителем предвыборного штаба Роберта Кеннеди, снявшегося в пользу Трампа, да. Кстати, был слух о том, что брак Брина с Николь Шинахан развалился из-за Илона Маска, из-за Илона Маска. Якобы она изменила ему с Илона Маска. тут колоссальный клубок соучастников предвыборного процесса электоральных баталий. Ну, во-первых, сама философия соцсетей, на мой взгляд, которая идет мир, должна предполагать, что владельцы, вот такие крупные, яркие, хариматические лидеры, типа Илона Маска и так далее, не должны оказывать на них влияние. Соцсеть должна быть децентрализованной автономной организацией, принадлежащей всем ее участникам, которые устанавливают правила игры, утверждают их большинством голосов и придерживаются их. И влиять на контент соцсетей в этом смысле нельзя. О цензуре в соцсетях я хочу поговорить сегодня чуть позже, когда ты меня спросишь, что привлекло мое внимание на этой неделе. Но нервозность стоит, особенно в лагере демократов, потому что месяц назад казалось, что Камала Харист убеждает, сейчас так уже не кажется, сейчас инициатива на стороне Трампа. Он наконец-то вспомнил о своем христианском электорате и начал апеллировать к христианам, в том числе на митинге в Северной Каролине, который стал объектом повышенного внимания медиа. Примечательно, что впервые за долгое время газеты Вашингтон-Пост и Лос-Анджелес-Таймс отказались публиковать заявление о поддержке одного из кандидатов. Точнее, журналисты обоих изданий предлагали манифесты в поддержку Камала Харрис, но владельцы и топ-менеджеры изданий заблокировали эту историю, сказали, что нет, никого поддерживать не будем. Это уже говорит о том, как высокорадостном напряжении ситуации. То есть, многие ждут победы Трампа, безусловно, и очень боятся, что при мстительности 45-го президента США и, возможно, 47-го лучше сейчас ради резких шагов тело дверей не делать. Демократы, соответственно, усиленно бросают в бой старую элитную гвардию в лице Белла Клинтона и Барака Обама. Ну, собственно, мы сегодня пожинаем плоды того, основы чего были заложены в день рокировки Байден Харрис. Уже тогда говорил, что Харрис самый слабый из возможных кандидатов, и, конечно, нужно было выдвигать по уму Мишель Обаму. Ну, может быть, Мишель Обама этого совсем не хотела, а, может быть, сработала просто бюрократическая логика, она, безусловно, сработала, что если начальник уступает свое место, то ему на смену должен прийти заместитель, а не кто-то другой. Но, действительно, компания показала, что Камала Харрис очень слабый кандидат в президенты. Конечно, Дональд Трамп с его харизмой и опытом выглядит гораздо ярче, независимо от того, как относиться к другим сторонам этой многогранной личности. Мы знаем, что его бывший руководитель аппарата Джон Келли здесь опубликовал откровение о том, что Трамп восхищался Гитлером и хотел, чтобы его подчиненные были как гитлеровские генералы, хотя гитлеровские генералы были далеко не всегда и не во всем лояльны Гитлеру, поэтому это, опять же, пример, исходящий из неточного знания истории, как и все у Трампа. Он знает много, но не точно. Но хорошо или плохо это слабый президент, это отдельный большой вопрос. Потому что слабый президент плюс сильные институты это лучше, чем наоборот. Сильный президент и слабые институты. И в любом случае, кто бы не победил 5 ноября, во-первых, еще неизвестно, в какой день будут официально объявлены при итоге выборов признаны всеми. Я думаю, что стороны еще будут бодаться за результаты. Не все так очевидно. И мы констатируем, что в отличие от старых добрых выборов 80-х, 90-х, нулевых годов, это настоящий армагеддон. Потому что одна сторона не может допустить победы другой, буквально. Но все-таки и придется признать победу другой. И это значит, что роль президента США была слабой. Поскольку половина страны в общем не будет считать его в полной мере своим президентом. В отличие от истории прежних лет, прежних десятилетий, столетий. И хорошо, что она ослабнет. Это полное отражение глобального тренда на уменьшение роли иерархического государства и увеличение роли всех и всяческих сетевых структур. И в этом я вижу тоже большой и важный сакральный смысл именно нынешних выборов президента США. При том, что оба соискателя приза они олицетворяют каждые свои глобальные тренды. Трамп олицетворяет поиск западом утраченной им христианской идентичности. Он же отражает именно ослабление иерархического государства и глубинного государства. Камала Харрис олицетворяет женское правление и примат институциональной легитимности, а заодно то, в чём её обвиняет Трамп, как называю марксисткой, отчасти справедливо, хотя естественно Камала Харрис никакой не индоктренированный марксист, но марксистская повестка, как мы с вами говорили, тоже выходит на передний план, в частности, вопрос от каждого способностей по потребностям и отчуждении труда и так далее. И это значит, что с этой точки зрения оба они заслуживают того, с точки зрения истории и логики истории, они оба заслуживают того, чтобы быть президентом, именно поэтому я не берусь судить, всё еще никто из них будет. По прогнозу сегодняшнему и вчерашнему Нью-Йорк Таймс и Сиенского колледжа они идут ровно на здраво 48-48, хотя ещё месяц назад было 3% в пользу Камалы Харрис. И совершенно неясная ситуация в Калебрюческих Штатах, в том числе в крупнейшем из них Пенсильвании, которая даёт 19 выборщиков, потому что по данным разных социологических служб, что лидирует то Трамп, то Харрис, а так, в общем, без поллитора не уберёшься. Кстати, хочу у тебя уточнить один нюанс. Если внимательно слушать выступления на различных митингах в различных штатах Трампа, то совершенно несложно зафиксировать одну любопытную деталь. Он говорит совершенно спокойно на глубом глазу диаметрально противоположные вещи. Ну, то есть, война в Украине проиграна. Ну, если я приду, я быстро всё остановлю, скажу, я ударю по Москве и всё будет хорошо. Или там он против аборта вроде бы, да, но в некоторых штатах он говорит, что женщин нужно вожать, я защищу всех женщин обязательно, они будут защищены и так далее. И так можно продолжать до бесконечности. Разумеется, это классическая позиция шоумена, разумеется, Джокера. Это его личная позиция или это всё-таки политтехнологический приём, чтобы... Крэмп, как всякий Джокер-шоумен, он в политтехнологах не нуждается. Вот Камала Харрис вся сделана из политтехнологий. У неё нет ничего своего. Как совершенно правильно говорил кто-то из её анонимных соратников процитированный, кажется, Вашингтон после тех дни, когда решался вопрос, поступится ли Байден, уступит ли в её пользу. Это пустой мундир, который можно надеть на любой манекен. Это действительно так. Поэтому, как только Камале Харрис задают неподготовленные вопросы, она начинает теряться и плыть. То есть, естественно, очевидно всем, и что сказалось тоже на её рейтинге неблагоприятных. И на её предвыборных шансах. Нет, Трамп, это one-man show. Классически он сам себе хозяин. Я помню, как ещё в период его первого президентства его бывший продюсер шоу Apprentice говорил, что когда уже Трамп стал президентом, он к нему обратился с каким-то вопросом по старой дружбе и говорит, ну я не хочу тебя беспокоить, ты же президент теперь, у тебя мало времени, с кем бы мне поговорить по интересующему меня вопросу предварительно, чтобы подготовить сюжет. Вот я могу поговорить с твоим взятем Джаредом. Кому ты доверяешь? На что Трамп вытаскивает? Я? Только со мной всё надо обсуждать. Ни с кем. Только если ты хочешь что-то решить, только со мной. Да, это действительно так. Это, собственно, есть и преимущество предвыборное, и опасность Трампа, что это one-man show с страницей на большую политику. Мы видели, как Трамп тасовал кадры, и когда он был президент в первый раз, разумеется, это всё вытекает тоже из его шоу Apprentice, где главный фраза был «You're fired», «Вы уволены». И Трамп к этому привык, и он так и действует в действительности за пределами шоу, в том числе в своей политической деятельности. Но эта маска абсолютно приросла к его лицу. Но нет, этот человек, он действует интуитивно, инстинктивно, он талантлив в этом, и ему советы не нужны. Просто он готов говорить то, что нравится аудитории в данный момент, а главное – это во-первых. И вообще то, что взбредёт ему в голову в данный момент. Мы с тобой много раз обсуждали. Шоумен, может, сегодня и не помнит, что он говорил завтра, и, так сказать, его это не очень беспокоит, не снимает. Потому что он считает, что вот знаменитая фраза Трампа, причём эта фраза не простилась бы никому из политиков, кроме него, безусловно. Они бы отвернулись от любого другого политика, который это сказал. Но не отвернулись сторонники от Трампа, который сказал, что я могу даже идти в Нью-Йорке по Парклейну, расстреливать людей, и может, рейтинг не упадёт. Надо только вырастить. Вот он действительно так подходит к этому. Что бы он ни сказал, неважно, потому что он берёт своей харизмой и своей мощью. А контент, в данном случае, вторичен глубоко. Так они же все вторят им. Когда я разговариваю с республиканскими сенаторами, мне все говорят одно и то же. Вы не обращайте внимания на то, что он говорит. Делать он будет что-нибудь третье обязательно. Поэтому... А вот что он не знает? Он не знает, что он будет... В том числе и с войной в Европе. Он не знает, что делать. Он об этом подумает, если когда станет президентом. А сейчас он может обещать всё, что угодно. Это не нужно трактовать буквально, как минимум. Ну да, унесённый ветром. Я подумаю об этом завтра. Ближний Восток. Не могу не задать вопросов, потому что ты уже сегодня обронил, так сказать, об усилении Ирана фразу. Вот сегодня ночью были якобы уничтожены пять целей военных. Там ВВС Израиля атаковали юг Тегерана. Какие-то там... Они даже назвали какие-то цели. Сказали, что операция завершена. Благодарение Богу на рассвете возвращаемся домой. И так далее. Что из этого всего выплывает? Действительно, ты считаешь, что в результате вот этого 7 октября, то, что всё происходит, произошло неожиданное усиление Ирана, несмотря на то, что Израиль ведёт себя довольно мужественно и пытается противостоять? Улияние Ирана произошло после Иракской войны 2003 года. И было одним из следствий этой войны. Это не новость. Сейчас скорее происходит ослабление Ирана, связанное с тем, что он изморён многодесятилетними американскими санкциями, конечно. И ясно демонстрирует, как они работают в долгую. А как же создание программы ядерной? Это же усиление, а не ослабление. Ну, ядерная программа реализуется десятилетиями тоже. На какой стадии она находится, никто не знает. Зато понятно, известно, что Иран хочет новой ядерной сделки Западом. И поэтому ему выгоднее победа демократов на выборах в США, и поэтому на сегодняшний день он точно не хочет эскалации, поскольку любая эскалация в любой точке мира это минус Камале Харрис и плюс Дональду Трампу. А этот обмен ударами в общем был так или иначе символическим с обеих сторон. Не было целью нанесения критического ущерба другой стороне ни у Ирана, ни у Израиля. Тоже удар довольно символический, хотя в случае Израиля можем судить о том, что иранский удар 1 октября он показал в общем ограниченную эффективность израильской ПВО. Все-таки много попаданий было, да, не уничтожил. И погибли люди, практически погиб только один несчастный случайный палестинец в городе Иерихоне. Не пострадали самолеты F-35 и другие жемчужины израильской армии, но тем не менее многие ракеты прорвались через ПВО и попали куда-то. Именно, собственно, после этого Америка решила срочно предоставить Израилю систему ПВО ТААТ. То есть это тем самым выяснилось, что Израиль тоже, так сказать, не то чтобы неуязвим в большой войне, очень даже уязвим. Поэтому здесь нужно отделять риторику от реальных военных планов. Думаю, что вот такое сдержанное равновесие страха на сегодняшний день всех устраивает. И Линдси Грэм, легендарный сенатор, заявил, что чуть ли не Джозеф Байден хочет, чтобы соглашение, мирное соглашение между Израилем и Саудом с Карелем было подписано еще до его ухода от власти. То есть до 21 января 2005 года и он, хоть бы, оставался его наследием в истории, чтобы не отдать этот приз Трампу или Камале Харрис. Ну-ка, постановка вопроса такая, что Трамп это может осуществить и обеспечить, но не хочется ему это дарить, а Камала и не сможет. Вполне возможно. Я не уверен, что успеет до 21 января, но то, что такой пункт в повестке дня, это очень красноречиво и симптоматично. Ну, я знаю, что я очень люблю тебе такие экзистенциальные вопросы задавать во второй половине нашей программы. Вот, опрос Германии. Германия страдает от депрессии. Это страна, где нет пока что войны. Да, я уже не говорю об Украине, например. Цифры вообще, честно говоря, ужасающие. В 22 году там было диагностировано у 12,5% депрессия населения. 12,5% это очень много. Это больше, чем у каждой десятой. А сейчас это, наверное, больше, и это прям развивается как эпидемия. Вот эта новость о том, что Брикни Спирс вышла замуж сама за себя, она на первый взгляд комична. Она тоже говорит о глубоких и кризисных процессах. Она не одна такая. Поэтому, вот как ты считаешь, почему так растет количество людей, которые... Вот, например, психиатр Чабан, очень знаменитый наш, сказал мне, что он считает, что ПТСР, ну, как бы практически поражены все в Украине, только там по шкале могут быть разные, так сказать, от единицы до десяти. Почему так растет количество людей, которые болеют? Ну, понимаешь, ПТСР в Украине и депрессия в Германии это две большие разницы. Конечно, конечно. Ну, сам процесс... Депрессия, это удел, какая-то вот такая массовая депрессия, это удел благополучных обществ. Голодным не до депрессии, тем, кто должен, так сказать, утром просыпаться с мыслью, что ему нечего есть. И надо как-то срочно решить эту проблему или негде спать. Поэтому он не просыпается, так сказать, ну, просыпается он на лавочке где-нибудь в парке, в лучшем случае, или под лавочкой на вокзале. Да, поэтому это отражение того, что Германия это такое заевшееся общество, поэтому там нарастает депрессия. Кроме того, она нарастает, как из-за кризиса жизненного задания, жизненных ориентиров. Поэтому я считаю, что стратегия уяснения своего жизненного задания и выяснения, она здесь для борьбы с депрессией очень важна и уж точно гораздо продуктивнее, чем медикаментозные методы борьбы с депрессией. А кроме того, мир все ближе к точке, когда врачом первичного звена станет психотерапевт. И тогда будет выясняться, что многих ни психических, ни соматических заболеваний не существует. Просто человек не может насмыслить себя и найти свои координаты в меняющемся мире, потому что все эти психические отклонения в целом это отражение смены эпох. Нарушается привычный образ жизни людей, рушится знакомый мир. Ну и как здесь не быть подвергнутым какому-то, как здесь не проявиться всяким психическим нестабильностям и неблагополучиям. Ты знаешь, вот история этого парня с флейбустой, это как раз очень яркая иллюстрация человека-жизненное задание, вообще просто достойно отдельного романа. Но пришло время, когда я должна тебе задать вопрос, что на этой неделе привлекло твое внимание, какие события? Это внимание, опять же, это смыкается с тем, что мы только что обсудили. Штат Аканзас подал иск против ТикТока, о том, что алгоритмы ТикТока заманивают людей и тем самым провоцируют у них психические расстройства, которые, в свою очередь, становятся фактором зависимости, ТикТок-зависимости. Я думаю, что эта компания будет нарастать в мировом масштабе, а не только в Соединенных Штатах. И тут же мы выяснили, что один юный американец покончил с собой под влиянием чат-бота. Он, значит, стал собеседником чат-бота Дейенерис из сериала «Игра престолов». Надо сказать, что я один из немногих людей в мире и могу попасть, даже, может быть, если мне повезет, в книгу записи, она же рекордов Гиннеса, который этот сериал практически не смотрит. Я многие другие сериалы смотрел, но нет. Я не смотрела. Я посмотрела и не хотела. Я уступаю. Я уступаю тебе тогда место в книге рекордов Гиннеса. И в итоге это общение довело до самоубийства, как говорят его родители. То есть, иными словами, вопрос цензуры, интернет-цензуры соцсетей снова выходит на передний план. И ясно, что мы этой цензуры не хотим. И для того соцсети создавали, чтобы в них водить цензуру. Именно их колоссальное преимущество в том, что можно было в бесцензурном пространстве делать то, что тебе хочется, и любой человек, любой житель обитаемой суши может стать медиазвездой в кратчайшие сроки. Тем самым уменьшается роль медиократии, которая стала давно для человечества известной проблемой. Поэтому есть же, есть ли компромисс между свободой в соцсетях и избежанием всякой ерунды, типа только что обсудённой. Есть, на мой взгляд, это добровольная цензура. Это, собственно, механизмы фильтрации контента, которые человек устанавливает для себя сам. Я это бы назвал общей системой, так сказать, time protection, защита времени. То есть, ты делаешь некие фильтры, которые избавляют от тебя от ненужной, вредной и токсичной информации. Ну, условно говоря, если тебе интересна судьба аналитета Трампа, то ты получаешь о нём информацию. Если она неинтересна, то не получаешь. И да, ты ничего не знаешь о аналитете Трампа, но ты не комплексуешь по этому поводу. Тебе это действительно не нужно, потому что ты занимаешься выращиванием мемовец в Новой Зеландии. И с этой точки зрения результаты выборов в США совершенно не важны. А важно что-то другое, например, классическая музыка или изобразительное искусство. Я думаю, к этим механизмам защиты времени и тем самым фильтрации ненужной и вредной информации мы скоро придём. Ну, а для нас с тобой, для наших зрителей, для многих, я уверена, очень важна поэзия, поэтому я хочу знать, что на сегодня ты выбрал. Поэзия, кстати, это тоже важнейший психотерапевтический инструмент, который я бы на месте психиатров и психотерапевтов рекомендовал для его широкого применения для борьбы и с депрессией, и с посттравматическим стрессовым расстройством, и с чем только не. Сегодня мы, продолжая тур по украинской классике, классике украинской поэзии, переходим к неоклассикам, группе, неформальной группе, которая возникла в 1620-е годы. Это, в общем, будет увлекательный сегмент нашего путешествия. И начинаем с основоположника украинской неоклассики 20-го века поэта Николая Маколы Зарова. Поэта с трагической судьбой. Как сказал Владимир Семенович Высоцкий, их докончил жизнь трагически, тот истинный поэт. Он в 1035 году был арестован и в 1337, прошу прощения, расстрелян в Карелии в родче Сандармох. Том самом родче, который изучал российский историк Юрий Дмитриев, за что уже оказался в лагере в наши времена. И Макола Заров интересен еще и своими многочисленными вольными и невольными переводами древней поэзии. Минских, латинских авторов и древнегреческих. И предмет его приоритетного внимания это моя любимая Одиссея, которая, в общем, описывает не просто возвращение человека с войны, но судьбу всякого человека в самом широком и глубоком смысле слова. И вот один из фрагментов, один, так сказать, из поэтических фрагментов, посвященных Одиссее, это Листригоны. Листригоны это большие великаны, которые обрушили камни на экспедицию Одиссея, в результате, что большая часть его кораблей погибла. Его собственный корабль не погиб и уцелел для того, чтобы реализовать жизненное задание Одиссея вернуться с войны на родную Итаку. Тут царю дикий край неситых Листригонів Та струджених рабів, що вівці стрижуть. Як привела тебе твоя заклята путь В ці селища смутні недолі та прокльонів Ти кажеш Поліфем Нащадок Посейдонів Він знав вогонь А ци сере і свіже рвуть Не має впину Їх непогамовно людь Не видають звідри гостинності законів Не йди Зостанься тут Ночі я справлю Твій стовеслий Корабель У тиху сторону Народів хлібоїдних А сам лишуйся тут У гори та біді Я тільки думкою Доскель Полину Рідних Я тільки чайкою З тобою По воді Микола Зарус Прекрасно Любимий поэт Моєму папу Кстати говоря Да, поэтому Хорошо знаю Його поэту Папа часто Мені читає Спасибо большое Стас Всем привет Спасибо І до скорого Свидання До скорого Свидання До свидання Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор До скорого